здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и у нас четвертый завершающий этап вязания совместного вязания свитера вот я приблизилась горловине и перевязала вот эту горловину что хочу девчонки сказать по вашим советам одела вот тут кстати возможно даже немножечко видно вот эту часть краешек я переодела на тонюсенькие тонюсенькие спицы господи я их в руках не чувствовала самые тоненькие по моему полтора миллиметра может быть два не не два полтора в общем совсем тонюсенькие вязала туго туго как могла и связала вот видите ту же эту горловину так как вяжется снизу вверх и нам приходится эти петли закрывать все равно она немножко торчит но горловина теперь держит форму спасибо кто советовал моя благодарность все получилось так что кто вяжет вот эту горловину еще у меня идея у меня просто сейчас нет я бы это сделала знаете есть такая тоненькая резиночка вот купить в тон тоненькую резиночку и продеть просто про по этой горловинки чтобы она просто удерживала форму вот вот мой вердикт но горловина получилось лучше так что мои хорошие кто вяжет эту горловину вот выдать довязали вот видите вот тут как бы шея плечики если смотреть по вот этом вот этой моей заготовки тут у меня больше петель я можно сказать и не больше кто вяжет туго или толстыми нитками плотнее нитками значит этот вариант горловины подходит кто вяжет как я вот этот свободный вариант второй вариант свободно либо тонн мягкие нитки она не будет держать форму поэтому этот вариант исключаем горловины в моем случае вот во втором варианте я вижу свободно и буду делать росток буду вязать горловину как на фотографии нам предложены попытаюсь ее повторить так что вот этот свитер я сказала горловинку если вяжите этот просто сейчас в этом моменте где вы закончили реглан переходите на спицы на размер меньше и вяжите ровно без всяких изменений и меряйте по себе как вы хотите хотите выше хотите ниже хотите с отворотом если с отворотом вам придется узор восстановить и здесь это я сейчас видео покажу это все будет мы его будем восстанавливать то есть можно сделать с отворотом но без дроздка вот такой вот такой вот вариант так что определяйтесь решайте я сейчас буду вязать с ростком а вы определитесь и выберите для себя удобный вариант так вот мой свитер заказала кстати сниму вам обзор девчонки заказала в спицы деревянные из пластиковой леской на алиэкспресс и скоро вам покажу вот жду еще крючки набор крючков чтобы уже в одном видео все показать чтобы я вам не тарахтела вот этими спицами постоянно видео поэтому скоро уже вот этих звуков стучащих не будет так определяем где у нас вперед по вот я чуть не определила с другой стороны и определяем наш вырез значит нам нужно центральные петли вот так вот от реглана я отсчитаю середину 19 петель центральных я оставляю одеваюсь девчонки корректируйте по своим как бы размером ниткам по себе как бы этот вырез круглее вы хотите хотя с другой стороны в этом свитере не надо круглее овальнее так 19 петель я определила оставила посредине вязания и буду вязать теперь незаконченными рядами то есть будем делать мы наш раз сейчас я довяжу вот по узору до этого маркера у меня лицевой ряд смотрим девчонки довязываем этот ряд до конца следите за тем чтобы вы начинали в общем с лицевого ряда будете чтобы были эти убавления в реглане чтобы в изнаночном ряду у нас не было убавление чтобы как бы все шло естественным путем с другой стороны даже если совпадет так что убавление будут изнаночном ряду ничего страшного не случится я считаю теперь вот реглан вывязываю две вместе и вяжут до моего маркера лицевая петля сюда вязала до маркера я его снимаю убираю чтобы он мне тут не мешал потом она будет все прекрасно хорошо видно поворачиваем вязанием наша нить делаем накид вот эту петлю снимаем и хорошенечко затягиваем вот это все дело теперь то есть теперь в изнаночном ряду мы переворачиваем нашу изнаночную петлю лицевую не трогаем для того чтобы сохранить узор мы переворачиваем видите я вижу за заднюю стенку то есть можно ее вот так вот переодеть и провязать можно я свободно вижу поэтому мне это удается если вязать туго я не знаю пробуйте девчонки кому удобно так просто вытянуть эту заднюю стенку и провязать вытягивайте так как я кому неудобно можно переодеть и провязать нормально то есть так вот покажу переодела и провязала нормально видите нам нужно сохранить вот эти повороты довязывая до конца ряда по узору изнаночном ряду убавления я не делаю буду дел у меня получала получается в лицевом ряду приближаясь к второму маркеру и делаю то же самое снимаю маркер больше он мне не нужен потом уже будет хорошо видно поворачиваясь делаю вот такой вот захват такой накид как воздушная петля вот эту петелечку снимаю и вяжу далее видите теперь мне приходится поворачивать если в круговом вязании не надо этого дела то тут мне приходится поворачивать ничего страшного так приближаемся к нашему реглану делаю вместе и вяжу далее опять до конца ряда вернее не до конца а до того момента теперь уже все будет хорошо видно видите вот эти да вот этого места так вот смотрите человек вот моя дырочка я дохожу к этому своему вязанию вернее к моему поворотному ряду следующему так теперь оставлять мы будем по одной петле то есть оставляем вот здесь вот эту петлю и накид и поворачиваемся делаем то же самое накид петлю снимаем хорошенько затягиваем и вяжем далее прям туго туго затягиваем и вяжем изнаночный ряд по узору да вижу сюда изнаночный ряд снова оставлю две петли и поверну то есть каждый с каждым разом у меня будет оставаться одна петля и вот этот вот накид то есть буду вязать поворотными рядами при этом оставляя две петли то есть одну петлю и один смотрите хочу показать вам один нюансик видите вот здесь вот мне уже приходится у меня сошлись два реглана на рукаве у вас возможно вы будете на вот этой стадии я буду теперь убирать петельки из реглана то есть провязывать пациент по три вместе в лицевом ряду то есть реглан у меня будет сходиться не знаю настолько я вам покажу но еще пару рядов точно я провяжу сейчас тут у меня сколько один два три четыре 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 как бы незаконченных ряда вернее их 8 лицевой и изнаночной ну пока я продолжаю там посмотрим единственное что хотела показать что реглана меня сошелся и теперь вот видите три вместе я провязала потом у меня следующие три вместе будут в лицевом ряду вот смотрите мои хорошие я уже заканчивать с этим ростком один раз видите сейчас я разложу так как и должно быть вот она вот такая разница у меня получилось я считаю достаточно на такой свитер не нужно больше сейчас я перехожу просто на резинку в круговую и буду вязать уже как бы сам вверх воротничок сейчас разберемся немного с узором уже реглан вязать не буду вот мои после мой последний как бы укороченный ряд последний раз я это сделаю вижу только лицевые ряды теперь теперь девчонки мы переходим кстати забыла сказать и забыла перейти я буду делать узор двухсторонним то есть я буду перекрученную вязать и лицевую и изнаночную для того чтобы сам хомутик этот можно было бы потом отвернуть и узор него в другим с 1 ряд немножко сложно что тут и убавление еще есть те я переворачиваю за заднюю стенку вижу и лицевую и уз изнаночную чтобы был у нас узор с лицевой из изнаночной стороны почему не вязала весь свитер так потому что тяжело каждую петлю от это переворачивать и по сути на изнаночной стороне зачем она нам нужно перевернутой только вместе горловинки нам нужно на перекрученную тут уж придется постараться теперь скрываем наши дырки вот этот накид который у нас оставался и петлю мы провязываем вместе по узору что у меня там лицевая должна быть теперь вот этот оставшийся накид и эту петлю мы провязываем вместе изнаночной и так далее то есть мы ликвидируем этот накид тем самым видите нету дырок тем самым дырочки наши аннулируем или как сказать прячем дырки так вот здесь вот видите у нас изнаночная получается надо вот так если круговое вязание переодевать надо видите чем пробуйте девчонки интересный узор получается везде по-разному так здесь пока не буду перекручивать все равно она не видно будет провязала видите с этим накидом вместе здесь тоже провязала вместе сейчас перетяну так лицевая здесь у меня будет изнаночная накид у нас вот и все последний накид изнаночная ну и далее вяжу по узору и теперь нужно мне все-таки перекидывать эти изнаночные петли для того чтобы получился двухсторонний узор все девчонки теперь вижу по кругу по узору можно поменять на тоньше спицы можно попытаться вязать ту же очень приспосабливайтесь своими способами как вам удобнее вяжем по кругу по узору видите тут изнаночная ровная а тут уже начала перекручиваться то есть нам нужно перекручивать и период переворачивать и лицевую теперь и изнаночную вот показывает свою горловину там девушка мне писала что вязание перекручено возможно немного и перекручено или стянуто я не мог не поняла смысла что хочу сказать да действительно она стянуто зараза то есть я хотела по словам он есть по свободнее не ну не настолько насколько я хотела то есть все равно вот этот узор он видите тут и легче как бы растягивается но тем не менее все равно он стянут так что касается горловины мудрила я мудрила мудрила надеюсь у вас получится лучше вернее то что вы хотите в общем меряла я тот вариант который на фотографии как бы источником там нужно вот так вот провязать часа возьму сантиметр провяжу измерю вам сколько надо в сантиметрах до того варианта скором 15 сантиметров если вы хотите тут вариант короче который я в источнике чтобы носить без отворота я все-таки решила так как мне прическа не позволяет без отворота носить поэтому я решила этот вариант как бы с отворотиком вот такой вот сделать поэтому я связала это возможно я потом еще буду корректировать и перевязывать вот смотрите где-то 2120 даже сантиметров для того чтобы с отворотом было вот как я закрываю петли сейчас вам покажу и разберемся с ростком закрывать я буду лицевая изнаночная по узору как лежат петли вот смотрите первая у меня лицевая 2 вместе я провязываю лицевой одеваю петлю изнаночной и вот так вот чередую лицевая изнаночная вот так вот получается тут край который я вам показывала в том свитере спрашивали у меня как у вас такой край получается вот таким вот образом я закрываю он эластичнее чем простой способ закрытия но симпатичнее на мой взгляд вот так вот он выглядит в общем петли я потом все закрою ну и ниточку протяну замаскирую так с этим закончили еще один у меня неудачка на мой взгляд подрез вот смотрите как он у меня выглядит ужасно некрасиво если вяжете туго я уверена получится лучше ну вот моя первая попытка под подреза я хотела сделать красиво не получилось у меня надеюсь у вас получится действительно я всем желаю чтобы у вас получилось красиво видите у меня во первых не совпал узор здесь лицевая напротив изнаночных во вторых большие дырки что мне не понравилось мне пришлось просто зашивать его нормально зашивать как как зашивается в общем делала кто первый раз покажу как я делаю но я больше чем уверена что вы умеете красивее чем у меня мой первый не знаю еще посмотрим по фотосессии по результату я еще посмотрю в чем разница возможно опыт с подрезами у меня первый и последний упала петля ладно и потом одену чем переодеваю на спицы эти петелечки в общем такие вот нюансы свободный свитер не получается с этим узором он все равно стягивается так что вариант со свободным свитером можно отбросить но хотя вам свободнее я конечно в конце я вам сфотографирую на себе этот первый и этот потому что там я переделала резинку ну горловинку поэтому я еще раз все сфотографирую сегодня и вам покажу в конце видео а вы уже сделаете свой вывод и что хочу сказать мои хорошие я не знаю может два три месяца еще подожду оставлю ссылку под видео на это обсуждение вконтакте вот эта нитка которая у меня оставалась от рукава видите тут вот растянута то есть шить нам надо начинать а прям отсюда я же говорю у меня такое впечатление что подрезы первый и последний раз века попробовала ничего главное попробовала так что пожалуйста 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 результаты я потом сниму видео что вы там навязали отдельные с тем что у вас получилось мне интересно показываете девчонки ну и что но и сшиваю я как обычно вот эту дырку мне нужно зашить в общем не знаю петля в петлю не получается потому что не получится не совпадает узор и я вот делала вот так вот уже слетела петля а потом вот так вот а потом прошла еще раз потому что дырки девчонки не знаю может я не умею может мне не хотелось заморачиваться потому что все таки этот шов он не виден но на этом этапе я наверное уже психически устала и решила сделать как быстрее в общем вот так вот до конца а потом еще раз обратно так но и все и покажу вам сейчас закрою все петли видите она получается вот слишком большие дырки здесь поэтому я его еще раз пройдусь так закрою петли доделаю вот это вот и сфотографирую вами так мои хорошие но и мой вердикт напоследок вот показываю вам воротник фотки плохие я прошу прощения мне нужно проходить курсы по фотографированию но я просто хочу подытожить и сделать сделать вывод в общем из двух этих свитеров какой вывод я сделала вот смотрите это вязка не годится на свободное вязание все равно отведите вязала я толстыми спицами все равно она меня обтянула хотя видно вот здесь вот тону свободнее вот что касается подреза я так и не поняла его смысл может потому что они у меня оба разные видите вот здесь вот плотно вязан и сильно под руку но здесь видно что хорошо обтягивает он плотнее связан вот а там он свободнее но он все равно обтягивает видите а здесь вот такое вот колбаса такая висит в общем не знаю я в общем сделала вывод не годится на свободный свитер далее то есть разрезы тоже показываю вам как выглядит разрез ну короче катастрофа полная вот он то что я боялась то и случае в общем такие вот дела может это зависит от ниток у меня и там и там одинаковые нитки от 1 1 фирмы девчонки там где вы спрашиваете про нитки да не купите вы таких если я вам четко и ясно пока скажу как они называются потому что я живу в чехии вы купите другие нитки поэтому говорю примерно метраж и состав все все что я могу вам сказать по поводу ниток так что мой вывод либо нитки либо этот это вязка либо все в куче вот мой перевязанный воротник стоит он лучше выглядит намного лучше так что в этом смысле от плохо видно я хочу на обложку все-таки я попытаюсь как-то вам цивилизованно его сфотографировать воротник не нравится больше напротив окна видите стояла и этот воротник не тоже нравится вот этот отворачивающийся но это такой уютный этот очень такой мягкий и уютный а вот этот который туго не постоянно девчонки приходится его отдергивать видите даже рукава у меня закатаны то что я говорила но это моя болячка вязать рукава по длине и вот так что вот так вот такой вот лично у меня результат получился свои результаты девчонки пожалуйста дам ссылку на меня вконтакте либо в группе в сообщении в обсуждении вот именно по этой теме этого свитера либо добавляйтесь ко мне меня в личку посылайте я хочу видеть ваш результат пожалуйста а с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока